Здравствуйте, уважаемые садоводы, огородники и овощеводы. Осень – это повод посадить многие культуры под зиму. А некоторые культуры лучше всего всегда сажать под зиму, потому что семена этих культур содержат много эфирных масел, которые тормозят всходы. Семена этих культур сухие, и нужно будет долго им пролежать в земле, для того, чтобы взойти. А некоторые культуры вообще без стратификации, без долгого пребывания в холодной земле не взойдут. Но имейте в виду, большинство этих культур холодостойки. То есть они всходят при температуре от плюс 2 до плюс 5 градусов. Поэтому не торопитесь с посадкой. Дожидаемся, когда дневная температура опустится до значений плюс 1, плюс 2, а ночью будут морозы. А вот грядки делаем заранее. И заранее запасаем землю, чтобы потом посевы наши немного присыпать землей. Какие же культуры предпочтительнее сажать под зиму? Во-первых, это черемша. Многие пытались вырастить черемшу, и у них ничего не получилось. Черемше нужно всю зиму находиться не просто в холоде, а в очень сильно влажной земле. Поэтому сажайте черемшу там, где у вас повлажнее. Тогда вы лесной получите всходы. Черемша – растение многолетнее. Вот главное – вырастить ее первый год, а дальше уже только будете поддерживать посадки. Традиционно сажают под зиму это петрушку, укроп. Можно посадить под зиму кориандр. Но кориандр лучше всего сажать в два этапа. Часть под зиму, часть весной. Тогда вы будете иметь длинный период для того, чтобы наслаждаться запахом кинзы. Под зиму хорошо сажать крест-салат. Крест-салат сходит очень рано, а если его посадить чуть-чуть позже, он уйдет в цвет. И тогда раннее зеление, ранних витаминов вы не получите. Поэтому сажайте крест-салат тоже под зиму. Щавель. Щавель вообще лучше всего сажать под зиму. Семена также стратифицируются. И всходы получаются более дружными. И всходы получаются ранними. Сажать под зиму можно и морковь. Морковь растение туго-всхожее. Пока растворятся эфирные масла, а семена очень похудши в моркови. Тут как раз и закончится зима, и наступит весна. Но осенние под зимы не заменяют посева в традиционные сроки, потому что те овощи, которые вы посадите осенью, дадут вам более ранний урожай, а храниться он не будет. На хранение корнеплоды сажаем в традиционные сроки. Для подзимнего посева больше всего подходят сорта моркови нанская, добрыня, монастырская, краса-девица, шантене-рояль, детская сладость. Не годятся для подзимнего посева дрожжированные семена моркови, не годятся семена на ленте и вообще любые обработанные семена. И под зиму сажаем только сухими семенами, не замачивая их и не обеззараживая, никак их не обрабатывая перед посадкой. Под зиму можно посадить свеклу. Свеклу сажаем для того, чтобы в мае уже получить первые корнеплоды. Очень полезная и питательная молодая ботва у свеклы. Но также не все сорта свеклы годятся для подзимнего посева. Дело в том, что если семена свеклы попадают под заморозок, то она уйдет в цвет. Поэтому выбираем сорта, которые и холодостойкие, и устойчивы к цветушности. А это такие сорта, как египетская плоская, бордо 237, подзимняя плоская, подзимняя несравненная, детройт и красный шарф. Сордов для подзимнего посева не так уж и много, поэтому обязательно посадите эти же корнеплоды, если вы планируете их хранить в традиционные сроки. Надеюсь, вот эта посадка поможет вам и получить раннюю продукцию, и немножечко освободить времени весной, которого весной всегда не хватает. А у меня на сегодня все. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok